С тех пор, как я покинул город и переехал сюда, на запад Англии, я произвожу еду сам, выращивая овощи и разводя скот. И чем дольше я нахожусь здесь, тем больше я чувствую себя в гармонии с временами года. Сейчас я даже не могу представить себе другой образ жизни. Думаю, что времена года могут давать нам и радость, и ощущение осмысленности. Осень. Время пожинать плоды наших трудов. Урожай овощей действительно богат. Наши весенние посевы созрели и уже почти готовы к тому, чтобы быть поданными к столу. Для нашего урожая настало время консервирования, копчения и разлива в бутылке. Минь становится короче, а земля тверже. Но у нас есть вся эта прекрасная еда, чтобы согревать нас и доставлять радость. Ура! В течение следующих четырех недель я буду собирать урожай, заготавливать корм для скота, охотиться, готовить и есть лучшие дары осени. И все это начинается прямо сейчас. Начну с настоящего фиолетового чуда – свеклы. Свекольные пирожные с орехами. Я также отправляюсь к морю, чтобы найти превосходных раков для ужина. Черт, здесь снова мелко, а здесь снова глубоко. Идея натурального хозяйства становится все более популярной, и я познакомлюсь с людьми, которые сумели обойти очереди на получение земельного участка и используют общественные земли для выращивания овощей. В принципе, возможно, что этим мы можем нарушить закон? И распахну двери дома у реки, чтобы отметить приход осени моей первой утиной ярмаркой. А также блюда из свинины, соус из боярышника и ловля крабов. Это прекрасно, Джон. За ваше здоровье! Вот в чем смысл жизни. Из этого мы сделаем крикер. Дом у реки. Осень. Что замечательно в осени, она позволяет вам забыть, каким паршивым было лето. В это волшебное время года не только листья окрашиваются в великолепные красные и золотые тона, но и плоды приобретают восхитительные осенние цвета. Корни плоды сочны, крепки и готовы появиться на земле. Созрели сочные ягоды. Эта прекрасная разновидность малины называется осеннее счастье. Это моя фасоль. Фасоль – прекрасный боб, такой большой и сочный. Можно сказать, что у нее три жизни. Когда фасоль молодая, ее стручки тонкие и зеленые. И достаточно мягкие, чтобы есть их сырыми. Как французские бобы. Скоро эти красные стручки начнут приобретать коричневый оттенок и становиться более твердыми. А бобы внутри них станут крапчатыми и твердыми. Тогда их можно будет высушить и сохранить, чтобы использовать зимой или посадить в следующем году. Но я полагаю, что собирая их сейчас, я смогу максимально насладиться их вкусом. Бобы большие, свежие, с насыщенным вкусом. Выглядят, как маленькие птичьи яйца. Слишком милые, чтобы их есть. Если вы не выращиваете фасоль, вы можете купить ее высушенной и замочить на ночь. Эти бобы прекрасно подходят для супов и рагу. Но моим бесспорным фаворитом является классическое блюдо – тосты с фасолью. Мне понадобится несколько помидоров, чтобы приготовить соус. Справедливое название – удовольствие садовника. Томаты зрели несколько недель до сегодняшнего дня, их использовали в основном в салатах. Но я полагаю, что они достаточно спелые, чтобы использовать их в более серьезных блюдах. Однако зрелых помидоров слишком много для моего соуса, поэтому излишек я собираюсь законсервировать. Мы выращиваем 12 разных видов – от маленьких сладких черри до больших томатов в забавной форме. Я бы хотел иметь большую банку томатного соуса в холодильнике. Чтобы зимой добавлять его в любые блюда, придаваем насыщенный цвет спелых томатов. Это одно из моих любимых занятий ранней осенью. Я хочу сделать насыщенный томатный соус. Последний кусочек для меня. Итак, это вкусно. Томаты приготовлены. Теперь добавим прелестные приправы, которые мы вырастили в салатах. Для начала немного чеснока. Не скупитесь, я использую три больших зубчика чеснока и много свежих трав. Прекрасные травы – тимьян, орегано, немного базилика. И, наконец, немного масла. Затем помещаем все это в духовку на пару часов. Прекрасный аромат. Томаты, травы, немного чеснока. Чем больше времени они находятся в духовке, тем сильнее этот запах. Таким образом, мы получим действительно ароматный соус. Сочную мякоть мы продавим через сито, чтобы получить насыщенный густой соус, в котором не будет кожуры, косточек и мякоти. Получилось достаточно, чтобы сделать полдюжины порций для заморозки и приготовить вкусный обед. А теперь я не могу дождаться, когда моя любимая фасоль смешается с этим сочным томатным соусом. Очищенные бобы нужно прокипятить, чтобы они стали мягкими. Для этого нам потребуется примерно 10 минут. Мягкие бобы нуждаются в дополнении. Немного яблочного уксуса, прокипятим все это еще немного. Бобы, познакомьтесь, это соус. Соус – это бобы. Тосты с фасолью очень вкусные, но если у вас есть такой свежий хрустящий хлеб, зачем использовать тостер? Это одна из самых вкусных и одновременно простых закусок, которые можно приготовить. Что я люблю в осенней еде, ее вкус как будто вобрал в себя весь летний солнечный свет. Это потрясающе. Кто-то должен консервировать ее и продавать. В этих местах наиболее популярный праздник в честь осеннего урожая – гусиные ярмарки. К сожалению, у меня маловато гусей, но есть и хорошая новость. У меня достаточно уток. Поэтому в этом году я собираюсь провести первую утиную ярмарку в доме у реки. История моей утиной ярмарки начинается весной, когда я приобрел две дюжины утиных яиц. Искусственное разведение утят без наседки – точная наука. Яйца нужно поместить в инкубатор на 28 дней. Температура поддерживается на уровне 39 градусов. Чтобы зародыши не приклеились к скорлупе, нужно переворачивать яйца два раза в день. И через четыре недели ваши утята вылупятся. По крайней мере, в теории. Прошлым вечером начала трескаться скорлупа. А сейчас слышен писк. Один уже вылупился. Боже, это невероятно. Что вы делаете, ребята? Вы еще не должны вылупляться? Возможно, мы неправильно считали дни, но они должны были вылупиться на 28 день, а сейчас только 25 или 26. Но точно не 28. Этот парень уже готов выбраться отсюда и начать наслаждаться жизнью. Посмотрите на него. Непрекращающийся писк – довольно важная часть процесса появления цыпленка на свет. Это что-то вроде ободряющих слов для остальных, чтобы те поторопились. Знаете, я думаю, посажу-то я его сюда, и он будет вполне доволен. Утята переехали в коробку, в которой они будут жить под лампой, изменяющей материнское тепло. До тех пор, пока они не окрепнут. Затем мы переселим их в домик для уток. Три недели спустя они уже живут на новом месте и готовы к первому знакомству с внешним миром. Эта порода – одна из лучших мясных видов домашней утки. Помимо потрясающего вкуса, у этих уток есть еще одна особенность. Они полезны на овощных грядках. Едят слезняков, улиток и других вредителей. Эти утки росли все лето и скоро отправятся на кухню. Как насчет завтрака? Октябрь. Прекрасное время, чтобы немного поохотиться на пляже. Я пришел сюда в поисках толстых осенних ракообразных. Вместе со своим приятелем Джоном. Сегодня придется намокнуть, да? Прилив довольно высок. Одному из нас точно придется намокнуть. Мне кажется, обоим. Это стоит того. В наши разноцветные ловушки могли бы попасться кризисы. Реветки, крабы и даже лобстеры. Но этот пляж изобилует синими бархатными крабами. Неплохая ловушка, да? Да, они хороши. У них есть такие маленькие кармашки. Скорее, скорее, она улетает. Орудия готовы к установке? Да. 14 ловушек. Мы должны их разместить. Мы принесли приманку. Здесь головы и скелеты. Они пролежали на солнце большую часть дня. Прекрасно, не так ли? Ммм, вкусно. Тонкий аромат гниющей рыбы представляет собой идеальную приманку для бархатного краба. Я удивлен, что от этого запаха они не выходят прямо на пляж. Вижу, как их глаза появляются над водой. Как маленькие перископы. Мы вооружаемся до зубов, желая непременно добиться успеха. Чувствую себя новогодней елкой. Знаешь, если бы я это надел на парижской неделе моды, это был бы хитрость. На самом деле, вам не нужна лодка. Просто дождитесь, когда наступит отлив на каменистом пляже, он утащит ваши ловушки в море. А затем прилив принесет воду и кормящихся ракообразных. Следующий отлив — соберите улов. Интересно, если я слезу с этого камня, насколько глубоко в этом месте? А сейчас мы это узнаем. Давай. Здесь мелко, а здесь снова глубоко. Один из этих. Кажется, ты нашел хорошее место. Идеальная глубина. Да? Чтобы сходить в туалет. До следующего отлива несколько часов. Так что мы покинем наш пост на два отлива, удваивая наши шансы на хороший лов. Что ты думаешь, Джон? Море сегодня неспокойное. Еще и холодно. Я не хочу заходить в море сегодня. Давай просто вернемся домой. Но мысли о крабах на ужин оказываются сильнее. И я ставлю кастрюлю морской воды на нашу походную плитку. К тому времени, как мы вытащим крабов, должна вода закипеть. Вечернее купание в Октябрьском море очень бодрит. Но это стоит того, если в ловушках есть крабы. Такая неясная. Сбоку довольно большая дыра. Поймали немного морских водорослей. Что-нибудь еще есть? Ничего. В воде тоже? Совсем ничего. Подожди, смотри. Тут что-то есть. Скажи мне, что здесь что-то есть. Здесь один краб, и я думаю, что это маленький бархатный краб. Да, это он. Видите, почему этих маленьких крабов также называют дьявольскими крабами? Это членистоногая с характером. Я слышал, у них есть характер. Посмотри на него. Да, он у него определенно есть. Мы не можем есть его, он слишком маленький. Да. Все, что нам остается, надеется, что его родители попались в другие ловушки. Уже вечером мы все еще не поймали чего-нибудь стоящего. Похоже, на ужин у нас будет кипяченая морская вода. Есть что-нибудь? Джон, Джон, там есть что-то? Вот и его родители. Пять больших бархатных крабов. Потрясающе. Великолепные. Еще один в другой ловушке. Это забавно, да? В Англии мы едим очень мало таких крабов, они такие вкусные. Большинство бархатных крабов поставляется в Европу. Здесь полдюжины крабов, которых испанцы не получат. Вода кипит. Готов? Я думаю, нужно положить их в кастрюлю всех сразу, чтобы сэкономить время. И это очень быстро. Три секунды, и они мертвы. Да. Готов? Давай. Приготовление еды на пляже, что может быть проще? Просто вскипятите, и готово. Вам нужно 4-4,5 минуты. Да, прекрасно. Мне кажется, они готовы, Джон. У них чудесный цвет, да? Это потрясающее превращение. На континенте бархатные крабы считаются лучшим блюдом из морепродуктов. И то, что мы практически не едим их, мне кажется очень странным. Вот оно. Посмотри на это чудесное мясо. Они питаются морскими водорослями и креветками. И мясо имеет сладковатый привкус креветок и особый вкус бурых водорослей. Это потрясающее сочетание. Я думаю, что ноги особенно вкусные. Мясо настолько мягкое, что его можно выдавить, как зубное паство. Хорошая техника. Работает. О, да. Это замечательно, Джон. Отличный результат. Вы можете ловить крабов на большей части побережья в Великобритании без получения официального разрешения. Но все же не стоит делать это ранней весной, в брачный период. Прошлой весной я помог нескольким семьям из Бристоля благоустроить небольшой земельный участок в центре города. Боже, это настоящие джунгли. Вместе они превратили заросший ежевик и пустырь в прекрасный сад. Скоро они начали пожинать плоды своего труда. Никогда бы не поверила, что это возможно. В любом случае не могла представить себя занимающейся такой работой. Потому что все время сидели перед телевизором. Это было очень скучно. Я поняла, как это просто. Вот в чем смысл жизни. Наибольшую сложность представляло содержание свиней, источника мяса для этого хозяйства. Пока все наслаждались выходками свиней, ты такая милая. Для Клэр Брайт откормленная на убой свинья превратилась в домашнее животное, когда она встретила блоссом. Как будто у меня еще один ребенок. Я хочу взять ее на шоу. Простите, это моя вина. Это был очень важный день, и у меня было особенное чувство. Извините. Я не отдам блоссом на убой. Ты хорошая девочка. У тебя есть свинья, которая была на выставке, и это все спутало. Проблема. Да, я все спутала, и теперь все меня ненавидят за это. Думаю, есть только один расклад, при котором ты можешь оставить блоссом. Она будет твоей свиноматкой. Да, спасибо. Я хочу вас омнять. Они спасли бекон блоссом, но остальные свиньи не столь удачливы. А в день, когда блоссом приехала в дом у реки для оплодотворения, последняя свинья отправлена на убой. Их мяса должно хватить на оставшуюся часть года. Но в результате мясо оказалось в половину меньше, чем планировалось, поэтому крайне необходимо максимально использовать его. Рэй, мясник дома у реки, покажет им, как это сделать. Мясо с ног и филейная часть отправятся в морозильную камеру, в то время как мясо с лопаток и потроха будут использованы во время мастер-класса. Это типичная ситуация для небольшого хозяйства. Вы растите свинью, отправляете ее на убой и получаете все это мясо. Вы не можете съесть все прямо сейчас, поэтому я покажу вам, как сделать сосиски и другие блюда из свинины. Сейчас мы будем делать мясные шарики, которые потом нужно будет обжарить. Рэй использует классический рецепт. Мясные шарики из свежих свиных потрохов очень вкусные. Сейчас мы достанем сердце отсюда и уберем всю кровь. Это мембрана внутренних органов, в нее мы завернем мясо. Разрезаем печень, добавим немного хорошего бекона. Вот так, кажется, получается. Сердце, печень и другие внутренности, а также кусочки бекона будут приправлены свежим луком и десятью любимыми травами и специями Рэя. Белый перец, каенский перец, кориандр, гвоздика, чили, соль, петрушка, шалфей и розмарин. И щепотка и прекрасно сочетающегося с потрохами мускатного рифа. Это сухарь, который я вымочил за ночь. Вы можете использовать также хлебные крошки. Нам они нужны для того, чтобы связать ингредиенты вместе. Теперь положите все приправы сюда и хорошо перемешайте. Теперь нам нужно пропустить все это через мясорубку. Выглядит довольно забавно. Теперь нужно хорошо перемешать. Полученную смесь нужно завернуть в мембрану. Но вы можете использовать и бекон с прослойками жира. Вот так. Чудесно. И после 40 минут запекания в духовке они готовы. Посмотрите на них. Ты должна сначала угостить гостей, а не есть первое. Любопытная последовательность вкусов. Сейчас мы сделаем нечто еще более вкусное. Сосиски. В них мы будем использовать мясо с лопаток. Когда вы делаете домашние сосиски, главное использовать лучшие ингредиенты. Лучшую свинину, лучшие приправы и достаточно сухарей. Из мяса с двух лопаток свиньи можно сделать более 300 сосисок. Они будут изготовлены с помощью специальной механической машины Рэя. Помещаем мясо внутрь. И выдавливаем его в оболочку. Они продаются высушенными и засоленными. Вы смываете соль, и затем... Ну вот. Все очень просто. Нравится? Да, очень забавно. Я буду профессионал. А вам сосиска? Посмотри на него. Когда вы приготовили ваши первые домашние сосиски, вы сделали серьезный шаг к натуральному хозяйству. И обратного пути уже нет. Для того, чтобы собрать обильный урожай овощей осенью, вам потребуется немного планирования и хорошая погода. Среди овощей одним из любимых является свекла. Весной я собирал ее первые вести и добавлял их в салаты. Летом собирал корнеплоды размером с мяч для гольфа и ел их сырыми. А сейчас настало время настоящего урожая. Эта разновидность называется бычья кровь. У нее большой потенциал. Но не все разделяют мой энтузиазм. Некоторые терпеть не могут свеклу. Многие впервые попробовали свеклу маринованной. А у нее не самый приятный вкус. И эти неприятные ощущения ассоциируются со свеклой всю жизнь. Избавленная от уксусного привкуса свекла – один из вкуснейших корнеплодов. Более того... Он универсален. Чтобы доказать это, я хочу устроить свекольный базар на моей утиной ярмарке, на котором будут подаваться только блюда из свеклы. Я попрошу моих лучших поваров Гилла и Тима сделать лучший свекольный пудинг. И, конечно же, я приготовлю мой любимый свекольный десерт. Ну и еще много-много всего. Посмотрим, что получится. Я собираюсь приготовить шоколадные пирожные с орехами и свеклой. Согласно рецепту, нужно растопить масло и шоколад над кастрюлей кипящей воды. Но если мы просто немного их перемешаем и поместим в духовку, разогретую до средней температуры, ничего не изменится. Этот рецепт прелестен. Нужно использовать 250 граммов масла и столько же граммов лучшего темного шоколада. И столько же свеклы, которую предварительно сварили, остудили, почистили и натерли. Вы можете спросить, зачем добавлять свеклу в шоколадное пирожное? С точки зрения повара, затем же, зачем добавляют морковь в торт? Она способствует лучшему увлажнению. Но есть еще одна причина. Швекла содержит триптофан, который способствует выработке серотонина, гормона удовольствия. Добавим к этому способность шоколада стимулировать выработку эндорфина и получим рецепт прекрасных пирожных. Взопьем три яйца с 250 граммами сахарной пудры и смешаем с маслом и шоколадом. Добавим 150 граммов домашней муки и смесь почти готова. Осталось добавить главный ингредиент. Тщательно перемешайте, затем вылейте получившуюся массу на противень и поставьте ее в хорошо разогретую духовку на 25 минут. А это будет крекером. Пересечем внутренний двор и встретим Гилла и Тима, которые готовятся к свекольному базару. Только лучшие блюда отправятся на базар, на котором... Я собираюсь всем доказать, что свекла – это действительно вкусно. Я смешаю это свекольное пюре со сладким заварным кремом и сделаю мороженое из получившейся смеси. Из свекольного пюре я сделаю свекольный яблочный пирог. Теперь мед и мускатный орех. Вкусы свеклы и мускатного ореха хорошо сочетаются. Что дальше? Я опущу их в карамель и получу маленькие хрустящие сладости. Что бы он там ни говорил, это будет блюдо победителя. Возможно, но мы оба знаем. Что мы сделали? Все возможно? Да, возможно, у нас получится вкуснее. Мы проведем демократические выборы, чтобы определить, какое блюдо отправится на базар. Разумеется, мои пирожные в них участвовать не будут. Они и так победили. Я восхищен, что все такое лиловое. Свекольное мороженое должно быть очень вкусное. Определенно победитель. Шоколадные пирожные с орехами и свеклой? Очень вкусные. Очень насыщенные, но немного меньше, чем обычные шоколадные пирожные. Кто за шоколадные пирожные? Кто за яблочно-свекольный пирог? Да. И у нас остались свекольные риски. Штугает. Знаете... Они мне нравятся. Для них прекрасно подходят маленькие свеклы. Подожди, откуда ты возьмешь 300 маленьких свекол? Не знаю. Не знаю, кто будет их делать. Посмотрите на меня. Свекольные риски отправляются на доработку. Тем не менее, у нас есть три прекрасных свекольных десерта. Чтобы доказать всем, что свекла – это действительно вкусно. Если на праздник придет кто-то, кто думает, что не любит свеклу, у нас здесь есть что-то, что их переубедит. Думаю, это очень вкусно. Мои поздравления. Я думаю, что практичность выращивания еды и удовольствия, получаемая от этого, вкупе со все увеличивающимися ценами на еду, привлекает людей. Неудивительно, что все большее число людей хотят получать овощи не из супермаркета, а с грядки. Но некоторым из них придется ждать до 30 лет, чтобы получить участок земли. Должны быть другие способы помочь людям выращивать еду. Я отправляюсь на поиски семей и сообществ, которые нашли способ обойти очереди и готовы использовать для создания натурального хозяйства землю, которую они раньше использовали иначе. Тодд Мордон на границе Ланкашера и Йоркшера. Милый типичный городок. Но если присмотреться, можно заметить нечто экстраординарное. Овощи растут повсюду. Здесь не выращивают цветы и другие декоративные растения, вместо них овощи. Идея принадлежит местным активистам Мэри Клэр и Пэм Веллес. Здесь везде будут расти травы. Это потрясающе, и мы получим... Любисток растет очень хорошо. Они делают это без какого-либо официального разрешения. Я присоединился к Пэму и ее другу Нику на небольшом участке городского садовничества. Мы сажаем кусты малины рядом с местной спортплощадкой. Да, нам даже не пришлось взламывать замок. Когда вы что-то сажаете, вы не сообщаете никому об этом и не получаете разрешения властей? Вы просто идете и делаете это? Да, да. И никто никогда не жалуется. Здесь много бесхозных земель. Именно. Вы знаете, никто за ними не следит. Никто их не облагораживает. Можно просто прийти и выращивать на них еду. Бесплатно. Хорошо, давайте отблагодарим этот участок. Здесь червяк. А ну иди сюда. Теоретически возможно, что мы сейчас нарушаем закон. Теоретически возможно. Можете ли вы представить себя в роли обвиняемого в судебном процессе о посадке малинового куста? Это было бы забавно. Да, было бы забавно. Ты знаешь, с чего мы в итоге добьемся? Городская служба будет высаживать овощи вокруг города. Насыщайся и процветай. У Пэм и Мэри серьезная цель. Они хотят, чтобы их город мог полностью удовлетворять свои потребности в овощах уже через 10 лет. Люди стали больше выращивать овощи? Да, конечно. И они подают прекрасный пример. Это посажено вами? Да. И здесь будет автобусная остановка? Да, да. Таким образом, люди могут собрать нужные им травы, пока они ждут автобус. Пожалуй, я тоже возьму немного. Нас часто спрашивают, зачем мы делаем что-то, что другие могут взять просто так. И ты объясняешь им, в чем смысл. И да, это настоящая пропаганда, и такие грядки на улицах тоже ее часть. Мы можем взять немного отсюда, здесь замечательный лук порей. Конечно. Сейчас у них фестиваль урожая. Они отмечают 9 месяцев своего проекта. Я пообещал закатать рукава и приготовить нечто особенное. Но мое блюдо полностью зависит от того, что местные жители вырастили на импровизированных грядках в городе и вокруг него. Это самое странное место, в котором я когда-то собирал овощи. Надеюсь, смогу приготовить действительно божественное блюдо из этих овощей. Могу я сорвать его? Мне нравится идея, чтобы кто-то выращивал овощи на моей могиле. Но здесь их выращивают не на могилах, а между ними. Очень необычное место для овощных грядок. Как появилась идея выращивать овощи между могилами? В нашем городе школа находится рядом с главной дорогой. И там негде разбить грядки, так что это была инициатива родителей. Теперь многие дети знают, что кладбище – это не пугающее место. И так и должно быть. Это огород. Да уж. Итак, у меня есть бобы, тыква, лук-порей, любисток и тимьян. Я надеюсь, что жители города предоставят мне также главный ингредиент моего блюда – картошку. Думаю, не разочарует меня. Вы не против, если я возьму картофель? Конечно. Кажется, весь город выращивает овощи. Прекрасно, у меня есть все необходимое. Давайте отправимся готовить. Вот что я называю настоящим фестивалем урожая. Эти люди готовят угощения из овощей, которые сами вырастили. Довольно странно готовить что-то из лука-порей, который ты сорвал на обочине дороги в центре города, но, по крайней мере, выглядит он очень хорошо. Я собираюсь сделать очень простое блюдо. Картофельное пюре с луком-пореем с добавлением любистока и тимьяна. Картошка кипит. Прекрасное пиво. Да? Ваше здоровье. Пока варится картошка, мы поджарим бобы и тыкву на гриле, чтобы получить потрясающе вкусный и простой апперитик. Как вам тыквы на гриле? Нравится? Пэм, видишь эти бобы? Я только что слегка обломшировал их. Думаю, они будут вкусными. Фантастика, да. А кто-нибудь хочет попробовать бобов с кладбища? Как они? Великолепные. Потрясающие. Знаешь, что мне нравится в бобах с кладбища? Что, они замечательно слегка поджарены. Возвращаемся к моему основному блюду. Вот я уже шинкую травы с автобусной остановки. Сочетание любистока и тимьяна действительно потрясающее. Сваренную картошку заправляем маслом и молоком. И накроем крышкой. Вот так. Лук-порей жарим с небольшим количеством масла. Посыпаем мелко нарезанными травами и добавляем в картошку. Смысл в том, чтобы молоко и масло и часть картошки смешивались. Они образуют нечто вроде нежного соуса. Я разрезаю картофелина, чтобы этого соуса получилось больше. Так, вы все были очень терпеливы. Огромное вам спасибо. Скажем так, это вкуснее, чем у моей мамы. Очень вкусно, мне нравится. Я бы хотел, чтобы порция была большая. Лучший способ показать, как вкусен картофель. Великолепно. Отличная новость. Муниципалитет тоже принимает участие в этой инициативе. Они дали разрешение на посадку 500 фруктовых деревьев на общественной земле и планируют создать множество других общественных садов и огородов. Возможно, в вашем городе можно сделать то же самое? Тем временем в доме у реки приготовления к осенней утиной ярмарке идут полным ходом. Всегда сложно отправлять животных на убой, но в последние несколько месяцев все действительно полюбили этих уток, поэтому нам будет особенно тяжело. Но их время пришло, и я собираюсь помочь Стиву поймать их. Эти утки провели всю жизнь, наслаждаясь свободой в доме у реки. Поэтому сейчас я хочу быть уверенным, что они испытывают минимальный стресс. Я захожу внутрь. Руки под крылья. Это первый раз, когда их берут в руки, но они все еще достаточно спокойны. Вот так, так и надо. Птиц нельзя кормить за шесть часов до убоя. Если делать это ночью, они спокойнее и меньше страдают из-за отсутствия пищи. Давай загрузим. Хорошо, спасибо. Пока. Пока. Мой повар Тим еще охотник и рыбак, и он хочет приготовить дикую утку для ярмарки, и он подстрелил несколько уток. Наш план – подать пекинскую утку, причем в одном конце блина будет мясо дикой утки, а в другом – домашней. Я ищу ингредиент, из которого получится подходящий соус для моей утки. Он должен обладать очень тонким фруктовым вкусом, чтобы подчеркнуть вкус утиного мяса. Он изобилует повсюду, в это время года его можно абсолютно свободно сорвать. А вот и он. Это боярышник. У него маленькие красные ягоды. Мне нужно около четырех килограммов, поэтому мы работаем в команде. Почему ты всегда говоришь «боярышник», а не просто ягоды? Это же боярышник. Мне кажется, называть его ягодами не очень корректно. Мы со Стивом долго спорили об этом. Кажется, это самые большие и сочные ягоды, которые я когда-либо видел. Вернемся в кухню, чтобы приготовить эти прекрасные ягоды. Потрясающий ингредиент. Блюдо, которое я собираюсь приготовить, убеждает меня, что люди, покупающие еду в супермаркетах, сумасшедшие. Особенность этого рецепта – элегантная простота. Это старый фермерский рецепт, для которого нужны эти потрясающие ягоды. Яблочный уксус, сахар, соль, перец и немного воды – вот и все. Соус станет моим последним дополнением китайской утки. Четыре килограмма ягод заливаю двумя литрами яблочного уксуса, и таким же объемом воды. Ставлю на плиту примерно на полчаса, чтобы ягоды стали коричневыми и мягкими. Затем нужно процедить их. Я хочу, чтобы через сито прошел не только сок, но и как можно больше мякоти. Оставшаяся масса сделает мой соус более густым. Сейчас она не очень хороша на вкус, но в соусе будет отлично. Для этого превращения нам понадобится сахар. Добавим килограмм в сок боярышника. Теперь нам осталось добавить только одну приправу – черный перец. Он придаст соусу нужный вкус, и, разумеется, нельзя скупиться. И обратно на плиту. Помешиваем до тех пор, пока сахар не растворится. Затем кипятим в течение 15 минут. Это действительно здорово. Он фруктовый, сладкий и кислый одновременно, и немного острый из-за перца. Думаю, он прекрасно подчеркнет вкус утиного мяса. Соус готов к разливу по бутылкам. Переворачиваем бутылки, чтобы кипящий соус стерилизовал их изнутри. Этот соус можно хранить месяцами. Наконец наступил день утиной ярмарки. Погода понравилась бы уткам, но надеюсь, что деревенские развлечения и вкусная горячая еда разгонят тучи. Главное блюдо утка по-пекински. Мясо дикой утки с одной стороны, домашней с другой. Немного хрустящих огурцов и наш особый соус из ягод боярышника. Подходите и попробуйте нашу двойную пекинскую утку. Домашняя утка с одной стороны, дикая с другой. Сколько диких уток ты подстрелил? Честно говоря, я не подстрелил ни одной. Ты шутишь. Я отправился за уткой. Не так ли? Да, ты в самом деле отправился за уткой. Наш английский вариант пекинской утки, кажется, стал настоящим хитом. Более насыщенный с одной стороны, с душком, с другой, что вам больше нравится. Предпочитаю более насыщенный. Мнение о том, какая утка вкуснее, разделились. Но соусы, правда, вкусен и... С тем и с другим мясом. Эта утка очень вкусная. Дикие ягоды с дикой уткой. Да, это прекрасное сочетание. После того, как он признался, что не смог подстрелить уток самостоятельно, Тим решил доказать свои способности на стрельбище. Призом была бутылка виски. Говорят, нельзя подстрелить сидящую утку, потому что здесь все не совсем честно. Это была очень хорошая стрельба. Бутылка виски? Это солодовые виски. Хороший. Наступает момент истины для наших свекольных пудингов. Гилл приготовил все необходимое для открытия свекольного базара, но кое-чего не хватает. И заметил, что ты сам еще не стал частью свекольного базара. Это поможет тебе. Что это? Лиловая. Наш свекольный базар объявляется открытым. Кому свекольного мороженого, свекольные пудинги, скептики, подходите. Хочу попробовать. А он особенно не любит свеклу. Вы не любите свеклу? Ненавижу, не знаю почему. Возможно, из-за цвета? Да. Тогда попробуйте эти шоколадные пирожные с орехом и свеклой. Да. Давайте. Это очень вкусно. Итак, вы пришли сюда, будучи скептически настроенным. Но теперь вы знаете, что свекла – это вкусно. Сегодня все это узнают. Восхитительно. Никаких искусственных красителей. Хотя вы и не поверите, взглянув на него. Поднимите руки, если вы никогда раньше не пробовали свекольный пудинг. Ну как? На ферме Брэмбл тоже хорошо проводят время. Они пожертвовали половину своих сосисок на поддержку своего проекта. Подходите и пробуйте кабачковый чатни. Вместе с домашним кабачковым чатни сосиски разлетаются, как горячие пирожки. Ваша сосиска, ваш чатни. Все с фермы. Да. Это тяжелая работа. Я хочу сделать официальное заявление. Ваши сосиски восхитительны. Это прекрасно. Вы показали, что вы можете не только выращивать еду для себя, но и открыть свое дело. Итак, сегодня я хотел отпраздновать наступление осени. Наша утиная ярмарка имела все необходимое. Было и что-то сладкое, и что-то фруктовое, и что-то дикое. Я думаю, что у нас все было. Чтобы узнать больше о Тоддмодерне и их проекте натурального хозяйства в масштабах города, посетите наш сайт. А мои осенние приключения продолжаются на следующей неделе, когда я отправлюсь в Шеффилд. Я уже попробовал три разных вида яблок, и они очень вкусные. Встречусь с моим самым нелюбимым овощем. Скучно? Совсем нет. Безвкусно. Они не безвкусные. И расскажем о хороших новостях от Клэры с Бристоля. Веселье только начинается. Переведено и озвучено компанией Нью Медиа в 2010 году. Продолжение следует...